Целый год прошел с момента моего последнего рассказа о величайших гильдиях World of Warcraft. Времени, конечно, утекло немало, да и много громких событий успело произойти, в том числе и неприятных. Однако данный ролик не об этом. Сегодня, как вы поняли, по названию речь пойдет об одной из самых известных и, без преувеличения, легендарных ПВЕ гильдий русскоязычного сегмента. Экзорсус. Эта история берет свое начало во времена освоения Черного Храма гильдии Инитиум, участники которой как-то собрались на одном из европейских серверов под названием Shadow Moon. Начав устраивать так называемые дружественные тусовки в виде прохождения рейдов за фракцию Орда, руководил всем этим делом игрок по имени Джимсон, тот, который впоследствии стал основателем гильдии Гюзху. Развлекались так парни до момента, пока Близзард не анонсировали появление русскоязычного серверного региона, который, естественно, заинтересовал русскоговорящих пользователей, и те начали относительно активно туда перебираться. Инитиум не стали исключением. Быстро упаковав свои вещички, они немедленно перебрались на один из таких. Впрочем, расслабиться с самого начала не получилось. Почти сразу выяснилось, что гильдия с аналогичным названием уже существует на новом игровом мире, и, соответственно, вновь прибывшим пришлось думать над переименованием. Действительно, не возвращаться же обратно. Полистав талмуды на латыни, шучу, талмудов, может, и не было, тем не менее, изучив латинские слова на предмет хорошего звучания на русском языке, бывшим инитиумцам понравилось слово экзорсус, что в переводе означало начало или начинание. К слову, в переводе с английского экзорсус переводится как изгнание. Тут, как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет. В один момент экзорсус буквально изгоняли своих конкурентов с топовых позиций в таблице лидеров русскоязычного сегмента. Однако до этого очередь в нашем рассказе еще успеет дойти. Разобравшись с тонкостями в названии, теперь уже участники новой гильдии занялись своими привычными делами. В тот период это были просто походы в рейды с желанием показать хорошие результаты. О чем-то масштабном, вроде первого закрытия рейда в русскоязычном сегменте, тогда и речи не шло. Тем не менее, четыре лидирующие гильдии все же были. Это Синтез, ООГЕМИНГ, ГКД и четвертой, соответственно, была Экзорсус. Возвращаясь назад, стоит также упомянуть, что в период становления Экзорсус, Джимсон как-то позвал в гильдию своего давнишнего знакомого Викша, который на тот момент только вернулся в игру после длительного перерыва. В последний с радостью принял предложение. Отсюда и началась борьба за первенство с остальными тремя коллективами. Во времена освоения Ульдуара, Джимсон покинул Экзорсус, вследствие чего обязанности главы гильдии взял на себя Викш, для которого походы в рейды были не просто развлечением. Нет, он желал большего и хотел, чтобы Экзорсус стала лучшей среди лучших гильдий в русскоязычном сегменте. Тем не менее, Экзорсус пока оставались в хвосте на четвертой позиции, совсем немного не добираясь до третьей строчки таблицы. Ситуация резко начала меняться, когда в гильдию вступил Альвиона. Для тех, кто не в курсе, именно благодаря ему Экзорсус в будущем станет недостижимым лидером русского кластера и одной из сильнейших ПВЕ гильдий в мире. Его влияние на гильдию оказалось настолько колоссальным, что было бы несправедливо не упомянуть о его вкладе в развитие гильдии. С ПВЕ составляющей в хардкорном ключе, Альвиона впервые познакомился в Эверквест 2. Играл он в неё до тех пор, пока во времена релиза русскоязычных серверов его не позвали в World of Warcraft. Естественно, до этого приглашения он уже опробовал его, но в прошлый раз ему что-то не зашло. Вторая попытка оказалась более удачной. Решив для себя, что здесь довольно неплохо, Альвиона начал активно разбираться во всех тонкостях игрового процесса. Спустя время он вступил в сообщество Сюриал. Происходило это в период с самого конца Бёрнинг Крусейд по начало Гнева Короля Лича. Также он попробовал себя в качестве рейд-лидера и понял, что хочет быть небезразличным к прогрессу своего коллектива. В общем, Warcraft Альвиону крепко затянул. Однако тут он столкнулся с тем, что гильдия, в которой он находится, не оценила такого энтузиазма. Уже ближе к Кульдуару он осознал, что для него трудно найти единомышленников на термоштепселе, с которыми можно было бы играть на высоком уровне. В этот момент и начался его поиск альтернатив. Выборг, как говорится, был невелик. Самыми сильными на тот момент были те самые Синтез, ООГейминг, ГКД и всё ещё замыкающий этот список Экзорсус. Самым простым решением была подача поочерёдных заявок на вступление в каждую из упомянутых гильдий, начиная с самых лучших. Ему отказали в Синтез, не взяли в ООГейминг, но приняли в ГКД. Этот момент пришёлся на середину периода освоения Ульдуара. Полагаю, в тот момент Альвиона удовлетворённо выдохнул. Зря. Вначале всё шло довольно неплохо, пока однажды не произошла одна интересная история. Она развернулась в период сражения с Алгалоном, для убийства которого давались попытки, и всем хотелось сделать это первыми, чтобы занять первое место на сервере. В тот период все гильдии, кроме ГКД, боролись на освежевателей душ, поэтому ГКД думали, что они лидируют в битве. В принципе, так оно и было на тот момент. В один день, когда парни должны были собраться в очередной раз, у рейд-лидера ГКД прокололо шину, что стало причиной сбоя в организации коллектива. Решение проблемы настолько затянуло, что в итоге рейду пришлось начать без него. В момент, когда рейд-лидер наконец-то оказался в сети, он узнал от загильдийцев, что Экзорсус убили босса первее. Новость оказалась для него настолько шокирующей, что мгновенно выбила его из колеи. После этого он больше не заходил в игру, перестав рейдить от слова совсем. Грубо говоря, гильдия в тот момент просто прекратила своё существование. Тогда Альвеоне вновь пришлось думать над тем, куда двигаться дальше. Воспользовавшись ситуацией, он написал в Экзорсус. Поделившись информацией про развал, он практически сразу получил одобрение, и смог присоединиться к новому коллективу. Пробыв там всего полторы недели, Альвеоне решил, что это то, что он искал. Как говорится, начал пускать корни и двигать свои идеи, которые сразу же были по достоинству оценены. Одно из них было предложение попробовать сформировать гильдию из лучших игроков, которых можно было бы переманивать из других коллективов, вместо привычной системы рекрутинга из открытых источников, вроде торгового чата или форумов. Эта идея очень понравилась офицерам Экзорсус и лидеру гильдии, которым на тот момент был Викш. Те с радостью дали возможность Альвеоне проявить себя. Не теряя драгоценного времени, тот немедля начал реализовывать свой план. Первой на очереди стала бывшая ГКД, парни из которой еще не успели найти себе новое место обитания. Завербывать их было несложно, как-никак сражались плечом к плечу. В этот же период Альвеона перешел в ранг офицера. После присоединения новых игроков, Экзорсус начали активно готовиться к следующему рейду, испытанию Великого Крестоносца. При подготовке к нему Альвеона сменил ретрика на паладина в специализации защита, так как в ИВК они считались самыми сильными в сравнении с другими танками. Примечательно, что после этого следующие 12 лет он провел играя только на танках. Сформировав определенные отношения с участниками гильдии, новобранец фактически стал ее рейд-лидером, точнее одним из двух. Вторым был, соответственно, Викш. То есть тот совмещал позицию гильдмастера, оставаясь при этом еще и лидером рейда. Далее началось освоение испытания Великого Крестоносца, в результате которого Экзорсус заняли первое место во всех сражениях, кроме достижения на сотню попыток. В справедливости ради стоит заметить, что они особо и не пытались сделать его быстрее всех, ибо оно не являлось каким-то майлстоуном, который оценивался как топ-1, поэтому быть в этом первыми они не стремились. Сообразив, что вербовка сильнейших игроков из других гильдий дает потрясающие результаты, Экзорсус сделали это своей концепцией. Для кого-то такая основа не станет открытием, но одно дело знать о ее продуктивности, а другое воплотить сию идею в жизнь. Альвионе это действительно удалось, естественно не без споров и скандалов. Прежде чем такой принцип начал свою работу, Альвиона рассорился с некоторыми офицерами, которые не поддержали его взгляды на улучшение гильдии. Благо большинство было на его стороне, и концепция была принята, что позволило ее автору занять вершину в иерархии Экзорсус. Это действительно пошло коллективу на пользу. В период последнего патча гнева Короля Леща, гильдия подошла к тому, что Альвиона наконец-то стал основным рейд-лидером. Тогда же Экзорсус уже считались сильнейшей гильдией в русскоязычном сегменте, хотя они и не были единственным коллективом, боровшимся за это звание. Знаете, на Короле Личе дела у коллектива шли просто замечательно. Единственное, Карфаген сделали первыми достижения на Бессмертного, но это не сделало их более опасными конкурентами для Экзорсуса. Они просто знали, что есть такая гильдия, у них хорошие пулы, и все. Их первенство в убийстве босса стало всего-навсего результатом одной неприятности, в которую вляпались Экзорсусцы. Так вышло, что за неделю до убийства, некий игрок, имя которого находится в тайне, обманным путем оказался в рейде Экзорсус. Взял их с сохранения рейда, а затем начал сливать им попытки на Короле Личе, который, как многие из вас знают, был серьезно по ним ограничен. Все закончилось тем, что в один момент лидер гильдии обнаружил хитрую подставу и, соответственно, выдавил злоумышленника. Однако приличная часть попыток была уже потрачена, что сильно отразилось на боевом духе команды. На той неделе Экзорсус так и не удалось полноценно приступить к освоению финального босса. Тогда же поползли слухи о том, что подставу Экзорсус устроили именно Карфаген, иначе как они тогда сделали достижения первыми? Впрочем, в самом Экзорсус так никогда не считали, ибо доказательств не было, и даже с течением времени они не появились. Возвращаясь к состоянию Экзорсус после провала, стоит добавить, что он мог бы закончиться для гильдии так же, как и для ГГД, если бы не Альвиона, который немедленно занялся поднятием настроя команды. Он заверил их, что дело вовсе не в плохой игре, а в простой неприятности, устроенной кем-то извне. Они все так же невероятно прогрессивны, нежели представители других гильдий на русскоязычных серверах. Это помогло. Коллектив воспрял духом, и уже на следующей неделе им удалось сразить Артаса, причем с первой попытки. На этом как таковая гонка прогресса в гневе Короля Леща подошла к концу. Конечно, был еще Холеон, но что тогда, что сейчас, его считают не более чем промежуточным боссом. Главное, что дальше началась история катаклизма, где как раз таки и было усиленное противостояние за первое место в русскоязычном сегменте. Пожалуй, это и стало последним противостоянием для Экзорсус, потому что после этого дополнения она стала сильнейшим русскоязычным коллективом, а затем и не только русскоязычным. Чего уж тут говорить, ему удавалось удерживать эту позицию в течение следующих 10 лет, а это чего-то достоит. Но что же конкретно происходило в период катаклизма? Заявив о себе в гневе Короля Леща, парни из Карфагена дали понять своим противникам, что собираются стать первыми в русскоязычном регионе. Заявление по большому счету относилось именно к Экзорсус. Тогда же был пущен слух о том, что им якобы сильно не понравилась такая наглость новичков, и те начали активно демонстрировать свою силу. Однако заткнуть зазнаек не очень-то и вышло. На самом же деле ситуация выглядела немного иначе. Естественно, Экзорсус хотели быть первыми, и работали над этим постоянно, но активной борьбе за звание лучших в виде конкурентной гонки они предпочли сконцентрироваться на стратегической и тактической составляющей рейдов. То есть занялись выстраиванием целой системы, позволяющей быть готовыми к любым ситуациям в сражениях. Карфаген же, почувствовав вкус победы в гневе Короля Лича, не могли усмирить свои амбиции, и продолжили активно доказывать всем, что они достойны верхушки рейтинговой таблицы. В катаклизме у них это довольно неплохо получалось. Они первыми убили Алла Кира и последнего босса Синестру. Но первенство в убийстве Чогала досталось Экзорсус, что неожиданно вызвало невероятный упадок боевого духа у Карфагена. Тем самым новички показали, что нервная система их гильдии остается стабильной исключительно благодаря так называемым победам. В этот же период из Экзорсус уходит Викш, и все его обязанности переходят к Альвионе. Однако это было вполне ожидаемо. Альвиона хотел превратить Экзорсус в идеальную, непобедимую гильдию, и работал над этим в поте лица, навесив на себя кучу обязанностей. Осуществиться его планом мешала существующая на тот момент и поддерживающаяся Викшем система разделения добычи. Было много споров. Изначально в гильдии работала система ДКП, и выходило так, что зачастую сильный игрок не мог получить лучшие вещи, потому что всегда был кто-то другой, у которого условно было больше ДКП. И он, в общем-то, имел возможность забрать все себе, что обычно и делалось в таком случае. При этом человек с замены получал столько же ДКП, как и постоянный человек в рейде. В итоге получалось, что человек на замене просто приходил в рейд, и у него было всегда больше ДКП, и он просто запирал, что хотел. Добавлялась к этому и любовь к маринаду, когда игроки просто придерживали ДКП для того, чтобы выкупить более ценный и редкий предмет, игнорируя другие, более часто встречающиеся, усиливающие их экиперов. Альвионе приходилось бороться с этим постоянно, в особенности во времена управления Викша. Он говорил, что с такой системой рейдить не будет, и присылал по этому поводу самого Викша, а также остальных, кто поддерживал эту политику. Он считал, что лучшие вещи должны получать те, кто их действительно заслуживал по результатам сражений. Что примечательно, еще в конце Гнева Короля Ильча, Альвиона на две или даже три недели перестал играть из-за конфликта с этой самой системой ДКП, сказав, что если все и дальше будет работать по этому принципу, то он больше не вернется в управление, и никогда не пойдет с гильдией в рейды. Конфликт на тот момент удалось уладить, и впоследствии ему выделили кроме роли рейд-лизера, еще и роль лизера гильдии. Однако это произошло немного позже. С того самого момента Альвиона занялся перестроением и развитием коллектива таким образом, как он считал верным. При этом он никогда не отрицал, что в гильдии существовало такое понятие, как его мнение и неправильное. В конечном счете, слово всегда оставалось за ним. В будущем он не раз еще скажет, что это была не совсем правильная позиция. Тем не менее, в то время все работало исключительно по этому принципу. Надо сказать, довольно благотворно для Экзорсус. В конечном счете, это привело к тому, что Викшу пришлось уйти. Он в принципе не особо сопротивлялся, ибо в тот момент у него появилась еще куча забот помимо игры. И он не хотел, да и не мог из-за этого сконцентрироваться как на ней, так и на руководстве коллективом. Грубо говоря, как-то все так сложилось, что вся власть над Экзорсус оказалась в руках Альвионы. Вскоре Близзард предложили игрокам окунуться в новое обновление, принесшее с собой огненные просторы, которые сопровождались с появлением локации с множеством ежедневных заданий, а также с выходом рейда, финальным боссом которого вновь стал Рагнарос. В этот момент у Карфагена амбиции начали просто зашкаливать, и они были сосредоточены уже не просто на борьбе с Экзорсус, а на борьбе глобального уровня. Это было не самым умным решением, способствующим запуску обратного счета их существования. В Экзорсус уже прекрасно понимали, что пока просто не готовы выйти сражаться на мировую арену, поэтому все так же работали над собой. Ситуация изменилась только с приходом патча 4.3, тогда Альвена понял, что гильдия готова к дальнейшему движению, и пора делать более существенные шаги к выходу на безоговорочное первое место среди всех русскоязычных коллективов, чтобы затем получить возможность выйти на уровень борьбы за мировое первенство. В этот момент начался период активного рекрутинга в Экзорсус. Наш сегодняшний главный герой начал не просто рассматривать заявки для вступления в гильдию, а самостоятельно мониторить и искать лучших игроков из других коллективов, которые круто играли, а затем директивно приглашал их, фактически тупо их хантя. Параллельно этому в последнем патче катаклизма произошла история, связанная с абьюзом автоматической системы поиска рейдов, которая как раз и была добавлена с приходом патча 4.3. Из-за ошибки, которой воспользовались многие сильные коллективы, были заблокированы десятки рейдовых групп на целую неделю. Суть ошибки заключалась в том, что она позволяла участникам рейда за счет приглашения новичка в состав при повторной зачистке души дракона получить добычу по новому кругу. Экзорсус не стала исключением. Она, как и другие коллективы, стремилась к прогрессу, поэтому была вынуждена прибегнуть к использованию этой ошибки. Блокировка была заслуженной. В этот период, раз уж чем-то поинтереснее заняться было невозможно, парни пошли рейдить десятку, где в результате заняли четвертое место. Впрочем, здесь нужно заметить, что Экзорсус эту самую десятку никогда не считали годным соревновательным форматом, и скорее всего, никогда бы не приняли в этом участие, если бы не блокировка от Близзард. Со скуки же можно и в веселой ферме ВКонтакте случайно зависнуть. Через неделю, когда персонажи наконец-то были разблокированы, Экзорсус пошли осваивать основной рейд. Там же они провернули одну штуку с использованием трансфера. Это была очередная ошибка, за которую, правда, не наказывали. С помощью нее вы могли без труда обновить недельное КД рейда. В результате Экзорсус трансфернулись в два раза, чем фактически компенсировали потерянное КД. И за счет этого первыми в мире собрали легендарное оружие на разбойника, а также первыми на русскоязычных игровых мирах сразили предпоследнего босса, Спину Смертокрыла, которая была очень сильно завязана на уровне экипировки, и, как вы понимаете, легендарные кинжалы здесь пришлись как нельзя кстати. Тогда же прошел слух шок, что трансфернулись Экзорсус раз 10-15, но факты говорят об обратном. В тот период времени перезарядка трансфера составляла три дня. Если бы слух был правдив, то рейд для гильзи завершился бы не раньше, чем через месяц, а то и больше. Здесь важно отметить, что поражение в гонке прогресса на спине Карфагена было воспринято довольно остро, и главный конкурент Экзорсус прекратил свое существование. Впрочем, это уже было рассказано в профильном видео с соответствующей историей. После этого гонка для Экзорсус за первое место в русскоязычном сегменте завершилась. Начиная со следующего дополнения, гильзи начала полноценно развиваться на просторах мировой сцены, где и дальше продолжала использоваться, причем даже активнее. Стратегия сбора сильных игроков из других коллективов с последующим переводом их в состав Экзорсус. Здесь стоит отметить, что не только заведомо сильным и популярным игрокам везло быть завербованными в гильдию. Случалось и так, что какой-то игрок мог подавать надежды, но фактически быть никому неизвестным. Тогда в Экзорсус предлагали ему пойти в другую гильдию, порейдить какое-то время там, показать результат, и если все проходило на высшем уровне, пригласить уже к себе. Другими словами, сторонние коллективы выступали в роли инкубаторов. Такая политика использовалась на протяжении всех оставшихся рейдовых периодов Экзорсус. Это же впоследствии и стало одной из причин, почему в результате им стало очень тяжело. Спустя время гильдии кормушки переставали существовать. Либо рейдить, или просто их уровень игры снижался настолько, что они прекращали бороться за результаты в гонке прогресса. Тем самым это приводило к их распаду. Соответственно сокращалось и количество мест, откуда можно было бы брать столь ценные кадры для коллектива. Начиная с Миссу в Пандарии, Экзорсус вышли на полноценный хардкорный рейдинг, в рамках мировой сцены. Что примечательно, с этого момента, как таковых конкурентов для Экзорсус больше не существовало. К тому моменту они слишком далеко ушли вперед, и даже не думали о русскоязычной конкуренции, потому что опередить их нашим коллективам уже не представлялось возможным. Это же и позволило им пользоваться рейдингом вовсю, ведь многие хотели сражаться на мировой арене. При этом Альвионус совсем минимально волновал тот факт, что кто-то мог впоследствии уйти в другую зарубежную гильдию, ведь была одна существенная загвоздка. Большинство игроков Экзорсус совершенно не обладали знаниями английского языка, и поэтому их переход был практически невозможен. Таким образом, сформировалось что-то вроде собственной резервации, в которой игроки комфортно развивались. Да и в целом уходить не было особого смысла, так как лидер гильдии достаточно неплохо мотивировал коллектив, налаживая боевой дух команды. Хотя, очевидно, были и какие-то конфликты, не без этого. Кто-то, естественно, уходил, но ничего суперособенного на тот момент не было, сражения за первенство продолжались. Впрочем, характеризовалось миссов Пандария и другими, гораздо более трагическими событиями. Речь тут, конечно же, про расколы гильдии. В период этого дополнения их было целых два. Веназа, произошедшая, целиком и полностью лежит на лидере гильдии, Альвионе, которому серьезно не хватало опыта в создании коллектива мирового уровня. С этим он допускал не то чтобы ошибки, скорее тестировал различные варианты и смотрел, что из этого выходило. А это очень сильно бесило сагильдийцев. В это же время велась и специальная гугл-таблица, где в какой-то момент рост игроков в Экзорсус доходил до 65 человек, при необходимых 25 на рейд. В связи с чего было принято решение проходить два рейда параллельно. В этот момент в основном использовалась политика «Есть хорошие игроки, надо брать всех и дальше уже фильтровать». Ибо Альвионе было очень жалко упустить кого-то, кто играет на высоком уровне, но может присоединиться не к Экзорсус. Плюсы такой политики были очевидны. Минусы заключались в том, что это все нужно было активно фильтровать и временами заменять старых рейдеров на новых, из-за того, что последний оказывался сильней. У лидера гильдии не было такого понятия, что важнее выслуга лет, чем результативность. Возможно, благодаря этой особенности Экзорсус и занимали лидирующие позиции. Тем не менее, к старым игрокам было больше кредитодоверия, нежели к новым. Такая политика неминуемо способствовала отколу части игроков, которые не могли смириться с тем, что их заменили на новых. В целом, «Мисс оф Пандария» была самым активным дополнением в вопросе развития Экзорсус. В этот период они благополучно перебрались из десятки сильнейших коллективов мира в первую тройку. К тому моменту в команде уже были основные игроки, с которыми проходило подавляющее количество рейдов. Сложно выделить кого-то конкретного, но, безусловно, были и те, чьи имена действительно достойны упоминания, вроде Афия, Охотника Аполлона и Помфри. Однако, это вовсе не означает, что в коллективе отсутствовали и другие достойные бойцы. С уходом «Миссу в Пандария», когда в Экзорсус происходило полноценное становление, как одной из лучших гильдий, начался новый период качественного улучшения, фильтрации кадров, оптимизации и многого другого. Становление продолжалось в течение двух последующих дополнений, «Варлорс оф Дренор» и «Легиона». Здесь стоит отметить одну важную деталь. В Экзорсус никогда не было большого количества офицеров, отвечающих за какие-то определенные вещи. Это всегда было от силы пару человек, тогда как большинство европейских и американских коллективов имели, так сказать, на каждый чих своего руководителя, который за что-то да отвечал. У наших же сегодняшних героев подобной системы полностью отсутствовала. Альвиона отвечал за большинство вопросов, часть из них он делегировал своему окружению. Например, вопросы, связанные с логами и прочим, закрывал Афия. А в «Варлорс оф Дренор» появился Марана, который помогал Альвионе в руководстве рейдом, а также активно участвовал в «Брейншторме тактик». Безусловно, большинство участников коллектива активно помогали в развитии гильдии, но чтобы каждый конкретно выполнял определенные задачи, такого не было. Возможно, это и стало главной причиной того, что Экзорсус не могли стать коллективом номер один в мире, своеобразной гильдии вне конкуренции. Впрочем, третье место по миру – это тоже внушительный результат, особенно учитывая все более усложняющуюся гонку прогресса. Возвращаясь к дополнениям, нужно заметить, что Легион стал условным моментом, когда Экзорсус два раза продемонстрировали, что они лучшая гильдия в мире, и два раза, что вторая. Так они показали, что являются, пусть и не самым сильным коллективом мира, но как минимум одним из двух лучших World of Warcraft. Результатом такого умопомрачительного прогресса стало то, что главным поставщиком кадров на долгий срок стал коллектив под названием Fusion. Были и ироничные моменты, связанные с очередной гильдией Нарциссом – Сиренити, которая позиционировала себя как главная надежда русскоязычного сегмента. Их звездность оказалась скоротечной. Спустя совсем непродолжительный промежуток времени после основания Сиренити была вынуждена столкнуться с реальностью в лице Экзорсус. Реальность жестока, а значит и падение коллектива конкурента оказалась довольно быстрым. Произошло это в период мировой гонки прогресса за первое прохождение изумрудного кошмара в 2016 году. Сиренити считали себя самыми сильными в мире, но внезапно их обогнала гильдия, которую они в тот момент даже не считали своими конкурентами. К слову, общественность заметила, что это была всего лишь случайность, но представители гильдии считали немного иначе. Да, они не ожидали, что рейд будет проходиться 17 часов, но тем не менее они готовились показать лучший результат, впоследствии убив первыми нескольких боссов. Считается, что на результат Экзорсус повлиял раскол метода, но в действительности этот факт к хорошему результату гильдии никакого отношения не имел. Хорошим подтверждением этого являются результаты в Цитадели Ночи, которая вышла вскоре после изумрудного кошмара. С приходом же Темных Земель Экзорсус принял решение перейти из Орды в Альянс. Это было связано с тем, что во-первых, они считали, что это даст им определенное преимущество в вопросе имиджа и популярности, а во-вторых, это могло бы стать для Экзорсус интересным опытом и тестом. Как мы с вами помним, Альбиона был фанат всяких исследований и вычислений, поэтому нет сомнений, что это была его идея. Плюс ко всему, этот переход помог добыть огромное количество золота, что стало довольно важным моментом уже с приходом битвы за Азерот. Весь секрет открылся в продаже различных достижений, экипировки и боссов за игровую валюту. Это позволило зарабатывать гильдии золота, которое было необходимо для последующего освоения контента. Во фракции Альянса Экзорсус были единственной сильной гильдии, что позволяло им просто и беспрепятственно этим заниматься. Впрочем, нельзя отрицать, что при прохождении рейда замок Нафрия Альянс имел внушительное количество преимуществ. Когда Экзорсус переехали в Альянс, часть из них уже пофиксили. Тем не менее, они решили все же попытать удачу и в целом остановились на этом выборе. Здесь нам тоже нужно остановиться и отметить, что глобально Экзорсус вообще никогда не планировали брать первенство в темных землях. Понятно, что они все так же хотели показать хороший результат, но начиная с битвы за Азерот, гильдия уже имела негласную договоренность, что они будут пытаться показывать максимально хорошие показатели при адекватных временных вложениях. Под адекватными подразумевались подготовка к рейдам, а не период освоения. Многие считают, что хардкор рейдинг это пришел в рейд и просто начал рейдить, но на самом деле это не так. Это куда более серьезный и утомительный процесс, самоподготовка к которому занимает до пары месяцев, не говоря уже обо всем остальном. Примечательно, что такому решению способствовало очень долгое прохождение сложнейшего за все время существования игры рейда «Гробница Саргераса». Это был рейд, в котором вновь объединившийся метод и на тот момент действующие чемпионы Экзорсус сидели больше трех недель, прежде чем им удалось одолеть Килджидена. Оба коллектива стали первыми, кто это сделал, но Экзорсус все же уступила методу. В принципе, Легион и начало битвы за Азерот стали последними дополнениями, где наши сегодняшние герои активно пытались занять первое место в мировой рейтинговой таблице, после чего внутренним волевым решением поняли, что продолжать это делать больше не будут. Первое, World of Warcraft, по мнению игроков, перестал развиваться, как игра во многих показателях. Например, начиная с битвы за Азерот в сравнении с тем же Легионом, игра становилась хуже, а самое главное, никаких нововведений особо не появлялось. Вторая была более очевидна. Люди стали взрослеть, времени на игру становилось меньше, появлялись другие заботы. При этом всем радикально менять коллектив уже было сложно морально, с точки зрения сложившихся взаимоотношений. Да и сильных русскоязычных коллективов, как таковых, уже не было, а значит и искать ресурсы для закрытия дыр в составе становилось всё труднее. Добавьте к этому, что экзорсус, мягко говоря, смущала новая структура рейдинга, где центральное место заняли прямые трансляции, из-за чего большинство стратегий выставлялись на показ. Ранее коллективам постоянно приходилось придумывать и тестировать различные стратегии с уловками, о которых никто не мог догадываться. Это добавляло некой изюминки происходящие, заставляя каждую гильдию проявлять себя не только как объединение опытных игроков, но и как коллектив, который способен думать, анализировать ошибки и адаптироваться. С переходом же прямых трансляций стало невозможно скрыть свою стратегию, тем самым терялся эффект, которого удавалось достигнуть путём анализа ошибок, ведь любой другой коллектив без труда мог посмотреть вас и повторить вашу тактику. Исчезало преимущество, которое являлось главным достижением в гонке прогресса. Другими словами, экзорсус нравилось находиться с этой стороны в вакууме и быть таинственными, придумывая всякие крутые фишки, о которых они никому не рассказывали. На многих боссах они использовали различные уникальные стратегии, многие из которых их оппонентам могли бы показаться, мягко говоря, радикальными и невероятными. С приходом эпохи прямых трансляций, этот элемент игрового процесса канул в небытие. Впрочем, давайте вернёмся немного назад и ещё раз глянем на продажи игровых достижений. Как вы уже поняли, это довольно важный момент для любого сильного коллектива. Касательно RMT, как уже вскользь упоминалось ранее, экзорсус действительно этим занимались. Возможно, для кого-то это станет открытием, но этим занимались и продолжают заниматься все сильные коллективы. Кому-то это нравится, кому-то нет, но реальность такова. Сам же Альвиона высказывался о продаже виртуальных достижений следующим образом. Все любят кушать, а ещё любят иметь возможность что-то себе купить. Например, новый компьютер и всё остальное. Очевидно, это подразумевает, что деньги надо зарабатывать, и если многие игроки проводят по 18 часов в день в игре, не зарабатывая деньги, то они, скорее всего, умрут. А если люди умрут, это грустно. Они не смогут рейдить, и результаты гильдии непременно ухудшатся. В начале своей звёздной карьеры, экзорсус бустили достаточно много. Однако со временем RMT для них отошло на самый дальний план. Безусловно, полностью они от этого не отказались, так как был спрос, да и остались свои вип-клиенты. RMT нарушает потенциальные правила игры, но если говорить непосредственно о стороне Blizzard, то в первую очередь они никогда не подходили к этому вопросу на уровне нереальных проверок, и постоянного желания всех заблокировать. Скорее наоборот, многие гильдии этим спокойно занимались, без каких-либо опасений. Другими словами, был своего рода негласный договор с разработчиком, который, в принципе, таковым и остаётся на сегодняшний день. Проще говоря, компания отказывается от финансирования гильдии, но оставляет для них окно, с помощью которого им удаётся обеспечить себя самостоятельно. В Exorcist считали, что уж лучше пусть RMT занимаются сильные гильдии, которые не обманут, чем это будут делать обычные коллективы, которые возьмут деньги и не смогут выполнить свою часть сделки. По некоторым данным, бывали случаи, когда заказчики Exorcist ходили с ними в рейд. Однако здесь стоит отметить, что это не мешало освоению гильдии, иначе они бы на это просто не подписались. У них была принципиальная позиция, что бустинг, который мешает освоению, плохой бустинг, которому не место в их коллективе. В общем, как вы уже поняли, они активно занимались продажей всего возможного движимого и недвижимого имущества, до момента, пока не поднялись на мировой уровень. В этот момент на заработок стало отводиться в разы меньше времени, которого всегда фатально не хватало. Особенно сильно это стало заметно с приходом Легиона, когда гильдия начала резко расти и развиваться. В этот период совмещать рейды и бустинг стало всё сложнее, и тогда от последнего периодически приходилось отказываться. Впрочем, с течением времени начала набирать свою популярность другая форма поддержки коллективов – спонсорства. Экзорсус будущей гильдии с мировым именем без труда заручалась поддержкой со стороны Сапфира, Тинькофф Банка, Хайпер Икс и даже ВКонтакте. Возвращаясь к дальнейшему повествованию о рейдовой жизни гильдии, нужно сказать, что в 2021 году Экзорсус резко заявили о том, что прекращают участие в гонке прогресса и переходят на два рейда в неделю. Такая неожиданная новость стала для общественности поводом посчитать, что коллектив умер. Однозначно отрицать этот факт было бессмысленно, но тут было две очень важные детали. Первая заключалась в том, что с точки зрения рейдинга, Экзорсус все-таки прекратили свое существование. Причиной этого стало, по их мнению, стремительное ухудшение игры с выходом каждого нового дополнения. Тем не менее, в надежде на улучшение, они закрывали контент в битве за Азерот, а также начинали рейдить в темных землях. Рейдили хардкорно, но не на 100%, а уже на 50%, продолжая ждать чуда, которого не свершилось. На сегодняшний день Экзорсус не рейдит, от слова совсем. Альвиона не заходил в игру уже более пяти месяцев. Впрочем, нельзя не заметить, что сам коллектив все еще не распался. Гильзия существует уже около 15 лет, и большинство состоящих в ней людей за это время стали чуть ли не лучшими друзьями. Поэтому они продолжают общаться, вместе играть в другие проекты, при желании проводя прямые эфиры совместно или участвуя в каких-то локальных гонках прогресса. При этом, если в World of Warcraft настанет момент, когда игра станет значительно лучше, хотя с каждым годом веры у членов Экзорсус все меньше и меньше, они снова соберутся и с радостью поборются за первое место в мировой гонке прогресса. Таким образом, Экзорсус распалась не из-за каких-то проблем внутри гильдии, типа разногласий или недостаточности мотивации, а скорее из-за фундаментальных проблем игры, которые стали настолько невыносимыми для подавляющей части состава, что это решение стало неким облегчением для всех. Примечательно, что многие при обсуждении при остановке участия в гонке прогресса были против, но в результате поняли, что это было единственное правильное решение. Тем не менее, в новое дополнение Dragonflight, которое анонсировали совсем недавно, Экзорсус все же планирует поиграть. Будет ли это хардкорная игра, скорее нет чем да. Для этого есть ряд причин. Во-первых, трудности с быстрым сбором гильдий из людей, которые смогут побороться за первое место в мире. Во-вторых, временные приоритеты. У многих появились другие обязательства и планы, поэтому по 18 часов они уже вряд ли смогут тратить на игровой процесс. В-третьих же, не стоит забывать о том, что часть игроков стали членами других коллективов, которые они маловероятно покинут по одному лишь зову. В общем, посмотрим, какое решение будет в итоге принято, и кто будет в этом участвовать, если гильдия все-таки соберется порейдить. Такая вот она, история Экзорсус, полная взлетов и падений, любопытных историй и коварных поступков, трудного подъема до заслуженного титула легенды и тяжелой борьбы за прогресс с другими коллективами мирового уровня. Экзорсус за прошедшие 15 лет стали настоящими легендами, навсегда вписав имя своего коллектива в историю вселенной World of Warcraft. Как лично мне кажется, вполне заслуженно. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось, обязательно дайте мне знать об этом своим лайком. Кроме этого, не стесняйтесь делиться своими впечатлениями в комментариях, а также нажимать на подписку. Все это невероятно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность, и до очень скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова